Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мужчина оставил свой автомобиль на улице Воронова рядом со строительной площадкой Не успел водитель выйти из машины, как на его автомобиль полилась бетонная смесь В результате железный конь получил серьезные повреждения Как сообщил сам автовладелец, эту машину он купил совсем недавно и она ни разу не была в ремонте Ну а теперь, чтобы ее подчинить, придется потратить кучу денег До 4 часов я ее утра отмывал сегодня и фактически я не отмыл На ней налет, сколы, вся машина, ну фактически изуродована, вся побита Я столько денег не получаю, чтобы эту машину по дешевке скинуть, а взять другую Автолези, которая не стала разбираться, кто кого должен уступать на дороге, а просто закрыла машину и ушла Все подробности в проекте «Дорожные войны» из Красноярска Партнер проекта «Артельстрой» Загородное строительство без предоплат от 10 тысяч рублей за квадратный метр Сегодня ночью на улице 9 мая под колеса автомобиля «Лада» попали две девушки По предварительным данным, пешеходы перелегали улицу на красный сигнал светофора В результате дорожно-транспортного происшествия две девушки 19 лет получили травмы, доставленные в больницу Известно, что одна из девушек находилась в состоянии алкогольного опьянения Одна из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации Водитель автомобиля 1987 года рождения был трезвый, пытался оказать помощь пострадавшим на месте Сейчас полицейский изучает все обстоятельства происшествия Улица 9 мая Изобилие грузовых автомобилей на этом участке красноярских автодорог часто приводит к происшествиям с их участием На этом видео регистратор запечатлел, как у смесителя взорвалось колесо Да так, что деталь большегруза взмыла в воздух и упала рядом с автором ролика Некоторые автоледи слишком долго размышлять насчет того, кто должен кому уступить дорогу, не привыкли Если проехать не получается, то всегда можно включить аварийку и со спокойной совестью удалиться по своим делам Как и поступила эта дама за рулем Рено Автору ролика все-таки пришлось включить заднюю передачу А в проекте «Властелин кольца» сегодня мы побеседуем с неоднократным призером дрифт-соревнованием Георгием Чевчаном О том, как готовиться к супердрифт-битве и ее прошлогодний победитель узнаем далее Меня зовут Чевчан Георгий, я пилот российской дрифт-серии В автомобильных гонках я участвую с 2008 года Мероприятие под названием «Дрифт» я участвую с 2010 года Георгий, вот это твоя машина Как долго ты ее строил? Да мы ее бесконечно строим Постоянно, каждый вечер в гараже с ней возимся, особенно перед гонками Уже 10 лет исполнилось в этом году, как эта желтенькая красавица у меня Двухлитровый ниссановский двигатель SR20 С головкой SR20 VAE от Nissan Premier То есть такой достаточно замиксованный мотор получился То есть головка у него не своя, которая с завода стоит Ну и все, что навесное, конечно, тоже все неродное Снимаем с него 500-550 лошадиных сил Нам как бы больше не надо, но вообще низ мотора Как бы прочность мотора рассчитана до 800 лошадиных сил Есть пару элементов трансмиссии, которые мы планируем попробовать Перед дрифт-битвой на тренировках Поставить коробку от BMW Вот, она гоночная кольцевая коробка Мы ее привезли из Европы После снятую с гоночного автомобиля кольцевого С BMW E46 И сейчас мы ее внедрять планируем на Сильвию Что вот компетент для тебя дрифт-битва в целом? Ну, конечно же, отчасти это тусовка дрифтеров Это общение, обмен информацией Частенько в такие серьезные мероприятия обсуждаются вопросы технические Технического плана Потому что дрифт – это технический вид автоспорта И очень важен момент подготовки автомобиля Я думаю, что мероприятие удастся И погода нас не подведет Приедут самые крутые пилоты России И мы там надымим Стреляли по людям В Каннском районе задержали охотников Которые могли ранить местных охотоведов О нападении стражам порядка сообщили сами пострадавшие По их словам, на них напали несколько человек с оружием Прибывшие на место полицейские обнаружили лагерь В котором находилось 8 мужчин в возрасте от 20 до 45 лет Подозреваемых доставили в отделение полиции Ими оказались жители города Иландский Как выяснилось, у них не было разрешения на ношение и хранение оружия Сейчас полицейские проводят проверку И выясняют все обстоятельства происшедшего Удивительное явление наблюдают жители улицы Предмостной На календаре август, а в городе зацвела рябина Новые цветочки распустились на ветках прямо рядом с ягодами По словам специалистов, объяснить это очень просто Причина всему резкие перепады температуры Холода в нашем городе сменяют жаркие деньки По всей видимости, кустарник перепутал сибирское лето с весной И решил, что настала его очередь радовать глаз горожан По некоторым преданиям, вторичное цветение рябины Обещает холодную зиму и теплую осень Красавцы-женихи и красавицы-невесты Если вы сейчас в предсвадебной суете И мечтаете, чтобы ваша свадьба стала самой яркой И запомнилась вам на всю жизнь Тогда принимайте участие в нашем проекте «Лучшая свадьба» Проект, кстати, уже стартовал и продлится он до конца октября Цель нашего проекта – предоставить молодоженам У которых и так очень много предсвадебных хлопот, забот, суеты Так скажем, свадьба под ключ То есть помочь им организовать все Начиная от услуг трансфера, проживания, банкета, меню Дизайна, макияжа, прически То есть вот и завершить хорошую организацию, хорошего мероприятия Строгая жюри будет выбирать победителей в нескольких номинациях Единственное обязательное условие для всех участников Свадьба должна проходить в гостиничном комплексе «Береть» Свои заявки нужно отправлять по адресу, который сейчас на экране Генеральный партнер проекта – гостиничный комплекс «Береть» Организация свадеб на берегу Маны Креативно, весело, профессионально Друзья, и по традиции мы подготовили для вас подарок Это сертификат на доставку суши и роллов от «Суши сами» на сумму 250 рублей Если хотите сегодня поужинать по-японски, прямо сейчас отвечайте на простой вопрос в нашей группе во Вконтакте первом и забирайте его Так как сегодня день российского кино, вопрос будет очень-очень даже в тему На съемочной площадке какого фильма был сделан этот снимок? Ждем ваших ответов, а итоги менее чем через час Ну и сразу же после выпуска смотрите телеверсию четвертого этапа кольцевых гонок на Красном Кольце Любите друг друга чаще, улыбайтесь, всем удачного вечера 28 августа в городе Красноярске дождь, ветер западный 2-4 метра в секунду Температура воздуха ночью плюс 7, днем плюс 11 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова